Слушай, а вот расскажи про вот такой тип гриля вообще. Ну, на самом деле этот гриль очень универсальный, потому что его можно использовать как вид открытого гриля, как и закрытого. Знаешь, это, наверное, ну не про родителей, это новая версия гринегов, которым гринегам надо задуматься, как дальше устроить свой бизнес. Потому что здесь есть у нас формат открытого гриля, где можно срегулировать и шутку вверх и вниз, и контролировать температуру, и можно ставить новенькое прямо так. Вот это вот прямо щелк, это самое приятное в гриле, да. Еще новенький. И можно готовить на открытом огне, это у нас получается один вариант. У нас второй вариант, можно готовить прямо вот на этой рабочей поверхности, где можно жарить омлеты, яичницы, делать скрэмбл, те же самые стейки. Креветочки. Креветочки, те стейки, которые ты мне рассказываешь, как удобнее жарить на плоскости или на решетке. Это, ну, считаю, это от тебя огромнейшая зона готовки, даже если ты его не берешь не для дома, а ты берешь для ресторана, то у повара. Ну, формат, точнее, формат, возможность приготовления колоссальная, потому что можно задействовать абсолютно всю площадь гриля, то есть коэффициент полезного действия у гриля очень большой. И также можно использовать его как для копчения, мы разжигаем с одной стороны очаг, с другой стороны содержит продукт. Да, у леди здесь его немного, но все равно приготовить что-то можно, если ты готовишь у себя дома. Ты можешь, например, здесь ставить коптить мясо, поставить себе коптиться ребра, запишешь шеверную заслонку, а здесь начинаешь жарить хлеб, булочки, жаришь котлеты, не важно, что это же самые шашлычки, стейки. И все, у тебя получается полностью, ну, без сомнения, что это целый комплекс, которым можно рассчитывать, на котором можно приготовить очень много всего, с учетом того, что неважно, где ты его используешь. Будь это выездное мероприятие, будь это пикник. Ну да, я очень часто его на выездных видел. Да, потому что это реально свободная штука, и он на колесиках, самое главное для гриля, потому что гриль должен быть на колесиках, это очень удобно. И очень классно им управлять, и он выглядит очень стильно. И, ну, по мне так, если бы я был обычным обывателем, то домой бы я взял, наверное, похожий вариант, ну, потому что, возвращаясь к нашему разговору, я не могу работать ни грильная, как и на команджо, потому что, ну, я их не чувствую, а здесь, и я все прекрасно понимаю, как все работает, то, что я открыл, здесь есть такой, потому что здесь разгорается все, полностью набирает эту температуру, и это все очень быстро. Ну, и это можно топить, я так понимаю, и дровами, и углем, всем, чем хочешь. Абсолютно, всем, чем угодно можно топить, на самом деле. И он очень быстро нагревается, и его очень можно быстро остудить, даже не пренебрегая при этом к каким-то посторонним способам, то есть там тушить водой, в коем случае нельзя, естественно, делать, никогда не тушить ни водой, ни льдом, чтобы не произошла деформация металла. Все, все заслонки открыл, и просто оставил, ну, минут на 40, я думаю, что будет уже комфортно его как-то транспортировать, передвигать, чтобы потом уже что-то с ним дальше делать. Ну, и очень легкое в обслуживании, и в использовании, то, что все на виду, все видно. Ну, да. Металл. Не, ну, на самом деле, кондовый он, ну, в плане того, что... Ну, да, такой, конечно. Ничего не прогорит, ничего не сломается, ты так с запасом прочности. Да, так что рекомендую брать его, очень удобно, очень классно, тем более сейчас начинаются сезоны. Так что надо брать. Не, вот эта штучка, это самое, самое главное вот это. Смотришь, какой автомат. Классный. Не, классный парень, классный. Пятерка. Не, самое главное, я говорю, то, что меня больше всего подкупает, когда я вижу эту штуку, то есть, что это сделано в России. Да, это на самом деле будет интересно, потому что, когда спрашивают, типа, что это, что это, что это. Он говорит, это вот ребята в котельниках, в котельниках ребята делают, в котельниках. Так что совсем недалеко. Так что поддерживайте российского производителя. Да.